Даду-79 представляет Выступая в программе обзор телеканала 168, говоря о задачах и приоритетах, стоящих перед нашим государством после войны, свое мнение об этом высказал директор фонда науки и технологии Армении Армен Аруджан, добавив Теперь давайте посмотрим на сегодняшнюю российско-украинскую войну. Турецкие байрактары опять используются, и их количество тут несущественно. Главное, овладеть этими современными технологиями. Нам это нужно, потому что то, что происходит сейчас на российско-украинском поле, может случиться с нами завтра. Мы не застрахованы ни от одной из войн. Аруджан особо подчеркнул, что для того, чтобы противостоять угрозе войны, мы должны либо покупать инновационные технологии, либо сами становиться их создателями. Так вот, о чем нам нужно подумать, чтобы подготовиться к следующим войнам. Мир сегодня стремительно меняется. Неважно, какого размера ваша страна и сколько в ней людей, эти изменения затрагивают вас. Поэтому для такой маленькой страны, как Армения, становится приоритетом углубленное развитие науки и технологий. Тем более, что мы малы не только по площади и населению, но и по нашим природным ресурсам. Мы занимаем 95-е место в мире по природным богатствам. Поэтому, если мы будем опираться на них, мы будем оставаться в этом позиции. Поэтому мы должны давать толчок исключительно развитию человеческого капитала. Заявил директор фонда науки и технологий Армении. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.